Сибирский международный марафон 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 Главное в марафоне правильно распределить силы, и марафон начнется со второй половины дистанции. Ну, насчет 31-го километра, у всех по-разному. Кто-то говорит, что это самый тяжелый момент, и именно с 35-го по 37-й открывается второе дыхание. Но я могу сказать, что в марафоне есть не только второе, но третье, четвертое, пятое, шестое дыхание, потому что ты неоднократно преодолеваешь себя. Могла ли предполагать Евгения, что тем золотым финишем даст старт победам омских атлетов на сибирском марафоне? Марина Ковалева – мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Так же, как и ее подруга Евгения Данилова, родилась в августе под знаком Льва, а значит, тоже волевая и уверенная в своих силах спортсменка. Марина родом из села Полтавка. Там до сих пор живут ее родители, которые к спорту вообще никогда никакого отношения не имели. Путь Марины Ковалевой к марафонскому Олимпу выглядит невероятным. В детстве она из-за проблем со здоровьем была попросту отрезана от занятий физкультурой. Спорт в жизни Марины появился только в студенческие годы, в медицинском колледже. Там сказали, нужно бежать, ну и в итоге побежала, пошла тренироваться в «Нефтяник». Потом с «Нефтяника» уже Борис Андреевичу Жгирю пошла тренироваться в «Авангард». Вот так и стала легкотлеткой. Марина, так же как и Женя, не сразу пришла к тому, что бег на длинные дистанции – именно то, что ей нужно. Изначально я занималась в группе спринтеров, но скорости не хватало, пришла в средние веки. Ну, в средние как так, КМС выполнила, но результат, к сожалению, не рос, всякое бывает. Решила попробовать себя в марафоне. Ну, первых два марафона я сбегала просто на слабо, ну, к третьему готовилась, но, к сожалению, не так успешно выступила. Четвертый и пятый оказались наиболее удачными. Ну, значит, мою. Однако победы пришли не сразу. В 2009 году Ковалева финишировала на марафоне в Омске далеко позади лидеров. А в 2010-м, улучшив свой результат сразу на 34 минуты, Марина стала чемпионкой сибирского международного марафона. Если говорить о Марине, то это прежде всего хорошая скорость, это, опять же, работоспособность и упорство. Разглядеть талант спортсмена, найти нужный подход и совместным трудом добиться успеха – к этому стремится каждый тренер. Наставнику девушек Борису Жгиру это удалось. Буквально за несколько лет он из Жени и Мариной сделал настоящих чемпионов. По принципу, как в воду учат плавать. Бросили – выплыл – будет плавать. Утонул – не будет. Так и в марафоне. Если может бежать, это видно сразу же практически. И они побежали. Если раньше у Омской области в легкоатлетическом мире знали как место проведения сибирского международного марафона, то теперь, благодаря результатам Жени и Марины, наш регион известен еще и как родина талантливых марафонцев. Обе омские спортсменки являются кандидатами в сборную России по марафонскому бегу. Кроме того, в 2010 году в Испанской Севилье амички успешно выступили в полумарафоне. На старт забега вышло более 20 тысяч спортсменок из разных стран мира. Основная борьба на дистанции развернулась между двумя амичками и африканскими бегуньями. В итоге Данилова завоевала чемпионский титул, а Ковалева финишировала второй, уступив своей землячке всего 16 секунд. Но уже в начале декабря на 25-м Лиссабонском марафоне Марина также познала вкус международных побед, придя к финишу первой. По мере возможностей, чтобы никого не обидеть, им разные старты предлагаю. Но если и вместе они бегут, то уже были примеры, когда они за руки финишировали. И даже если судьи им потом их разделяют, дают в первое, второе, третье, вместо кому-то, то они свои призовые складывают и делят пополам, честно. Так что у меня хороший климат в группе. Несмотря на то, что легкая атлетика считается индивидуальным видом спорта, у Бориса Шгира сформировалась настоящая легкоатлетическая команда. Девочки отлично ладят между собой и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Команда у нас очень дружная, веселая. Девчонки всегда помогают, если к ним обращаешься за помощью, за советом, всегда помогают, подсказывают что-то, если тренера нет. Когда девочки где-то на выезде, на соревнованиях, всегда за них переживаешь, болеешь, интересуешься, как сбегали, как самочувствие. Прошедший год стал очень успешным для наших сегодняшних героинь. Пожелаем Жене и Марине новых побед на марафонских дистанциях. Это была программа «Второе дыхание». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова